Добрый вечер! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Юлия Великодная в этом выпуске. Угроза ЧАЭС. Почти тысяча жителей Тампонского района могут остаться без отопления. Конкурс лидеры России. Эксперты отметили успехи якутян в чемпионате WorldSkills. Антикоррупционная работа будет усилена. Егор Борисов встретился с главами районов. Компания Алроса сохранила все социальные проекты. Об этом журналистам сегодня сообщил руководитель Якутии. В ходе совещания, где рассматривали финансово-хозяйственную деятельность компании, Егор Борисов подчеркнул, что Алроса была и остается основным налогоплательщиком Якутии. И республика, как один из основных акционеров, поддерживает компанию. В ходе совещания была представлена целостная картина по всей группе компании Алроса, куда входят 30 дочерних структур. Представлены ожидаемые результаты на 2017 год и планы на следующий. В совещании приняли участие руководство компании и кабинет министров Якутии. Социальные расходы мы определялись не этом. И те желания, которые были с нашей стороны, республики, муниципальное образование, они в основном все сохранены. Несмотря на определенные сложности, которые возникли по итогам 2017 года, ну вы все причины знаете, все-таки нам удалось договориться и сохранить эти расходы. Алроса будет динамично развиваться этот тренд в ближайших пяти лет. Об этом сообщил президент компании Сергей Иванов по итогам совещания по финансово-хозяйственной деятельности в Якутске. При этом он сделал акцент на то, что рынок будет стабильный. Уровень продаж в 2018-2019 годах ожидается выше, чем уровень добычи. И тем самым компания сгладит то негативное влияние, которое получила из-за аварии на руднике «Мир». Кроме того, Алроса будет инвестировать в существенные финансовые ресурсы на вопросы охраны труда. Президент компании отметил, что вопрос производственной безопасности – это вопросы культуры, которые не формируются за несколько месяцев. На это необходимы несколько лет. Иванов подчеркнул, что компания будет делать все возможное, чтобы количество производственных травм снижалось с каждым годом. Буквально неделю назад наблюдательный совет компании утвердил бюджет группы компании «Алроса» на 2018 год. Цифры будут лучше, чем в 2017 году. Несмотря на то, что мы снижаем незначительный уровень добычи в связи с выбытием рудника «Мир», мы изыскали возможности внутри компании увеличить добычу на других месторождениях. Мы ожидаем, что рынок будет стабильный. И уже видим это по результатам ноября и декабря. Следующий год будет хорошим, стабильным годом развития компании. Обозначены основные планы на будущий год. Сегодня Егор Борисов встретился с главами муниципальных районов. Антикоррупционная работа будет усилена, а требования к эффективности их деятельности повышены. О ключевых вопросах встреч с председателем правительства и главой региона в следующем сюжете. Госуслуги должны быть доступными. Вопросы охвата информационными технологиями и обеспеченной связью – одна из главных тем встречи. Сейчас доступ к интернету имеют жители 512 населенных пунктов Якутии. Это почти вся республика. Большинство населенных пунктов охвачены спутниковой связью. И теперь задача глав – эффективно использовать это преимущество. С следующего года мы уже у себя в администрации планируем установить программный продукт СЭТ-дела, чтобы у нас внутри района улучшить электронный документооборот. И конечно в будущем тоже мы планируем все населенные пункты подключить к этому программному продукту. Пример правительства Евгений Чекин особо заострил внимание глав на своевременность выплаты зарплаты бюджетникам. На сегодняшний день бюджет в связи с повышением, то есть основная, более половины, около 70% – это заработная плата вторая статья. Поэтому, к сожалению, на реализацию других полномочий денег на сегодня нет. Но в первую очередь все-таки, поскольку мы, так сказать, избранные народом, должны работать, в первую очередь исполнять поручения. Жесткий антикоррупционный контроль будет проводиться в отношении муниципалитетов в Якутии. По данным администрации главы, за 4 месяца этого года было уволено более 900 чиновников за нарушение в области противодействия коррупции. Отметим, что со следующего года появится реестр лиц, уволенных по утрате доверия. Вы все знаете, что раннюю проверку в отношении муниципалитетов проводила только прокуратура на районном уровне, которая в основном попроверяла техническую сторону на соответствии с заполнением документов. Одными в связи с введенными изменениями в федеральном законодательстве вас будет проверять лично глава республики через управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Еще один приоритет – занятость населения. Муниципалитеты должны поддерживать создание новых рабочих мест и способствовать самозанятости. У нас то, что статистика показывает, что где-то у нас 8,6% безработицы, на самом деле ее больше, имеется и скрытое. В этом случае, конечно, мы проводим большую работу по привлечению, это особенно на селе сказывается. И вот самое плохое, наверное, то, что наши сельчане, к сожалению, не очень охотно идут заниматься традиционными отраслями производства, этого оленеводства, рыболовства, ну и охотопромысля. Готовим при школах, агрошколах оленеводов, направляем молодых людей на учебу в промышленные технические учреждения. Ну и прошлого года мы по соглашению с «Алмазом Анабара» тоже выучили выездное и конкретно в Соскалахе 30 человек под работу в «Алмазном предприятии». Эта практика будет продолжаться. Задачи главам на следующий год поставлены, а от эффективной работы глав на местах зависит и развитие республики в целом. Александра Хлопкова, Василий Слепцов, НВК САХА, Якутск. В Хандыге жители жалуются на холод в домах. Котельная, отапливающая более сотни домов, работает в авральном режиме и способна поддерживать минимальную температуру. В причинах ситуации разбирался наш корреспондент. Проблемы центральной котельной райцентра начались еще в начале отопительного сезона. Но сейчас, когда на улице под минус 50, опасность выхода из строя котлов и, как следствие, возникновение режима ЧАЭС усиливаются. В настоящий момент работают два котла. Первый котел сегодня на 6 утра был отремонтирован. Работает в механическом режиме. Третий котел работает в ручном режиме. Второй котел находится в ремонте на сегодняшний день. К сожалению, температурный режим составляет порядка 55-58 градусов на подаче. Обратка 45-48. Из трех котлов уже месяц работают только два. Причина в частых поломках ленты и заклинивании решетки золоотделения. Проблема на сегодняшний день возникает именно в топочной части котельной, то есть механизированной части котельной. Стала у нас третьим котле топка, что дал результат, что опять понижение несоблюдения температурного режима в котельной. На плохую работу котельной жалуются не только жители, но и сами работники котельной. Котельная в аварийном состоянии еще с начала сезона. Все были, знают об этом. В газетах писали ремонт капитальной аюгерской котельной. Нынче летом был. Не было ничего вообще. Мы вручную работаем здесь. На механизированной котельной. Наши экономисты режут нам зарплату каждый год. Куда деньги дьют? Котельная построена в поселке в 1975 году. В последний раз капитальный ремонт здесь проводился пять лет назад. Мало того, этим летом текущие ремонтные работы и вовсе не проводились. Евгений Тайтонов, Нина Ханарова, Мария Винокурова, Андрей Сокар. НВК Саха. Тампонский район. Сегодня стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лидеры России». Наша съемочная группа работает в Владивостоке. Об итогах первого дня расскажет моя коллега. Региональный этап всероссийского конкурса «Лидеры России» проходит во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета. Место проведения выбрали неспроста. Как сказал полпредпрезидент России на Дальнем Востоке Юрий Труднев, сегодня округ является самым быстро развивающимся макрорегионом страны. Об этом свидетельствует и инвестиционная привлекательность. Также подтверждая важность этого события, Юрий Труднев отметил, что сегодня на Дальнем Востоке строятся больше тысячи новых предприятий. Поэтому потребность в сильных управленцах сегодня высока, как никогда. У нас сегодня самые высокие показатели по развитию. И для того, чтобы мы не затормозили, нам нужно постоянно быть конкурентами. Сразу после церемонии открытия началась конкурсная программа. Замечу, что удаленно в отборочном туре участники проходили тесты. С теми, кто лучше всех справился с испытаниями, полномочный представитель президента Юрий Труднев встретился уже лично. Как рассказал один из организаторов конкурса, директор высшей школы государственного управления Алексей Комиссаров, Юрий Труднев высоко оценил уровень подготовки участников и даже высказал намерение продолжить с ними и дальше работу. Что касается Дальневосточного округа, то мне очень приятно видеть то, что уровень участников очень высокий. Поэтому я уверен, что ребята добьются еще высоких, больших успехов. Один интересный факт. Якутская делегация стала лидером по количеству участников женщин-управленцев. В этом конкурсе, как сообщили организаторы, представительницы прекрасной половины человечества, довольно большая редкость по всей стране. Они составляют всего 15% всех участников. Учитывая наш проценталь в данном отношении, я, конечно, очень рада, что наши якутские женщины оказались более активны. Но, тем не менее, я думаю, участвуя здесь, каких-либо скидок или каких-либо других разграничений по половому признаку, я думаю, что здесь такого не будет. Здесь будет объективная оценка именно твоих профессиональных компетенций. Напомню, что конкурсанты работают в командах, которые состоят из представителей разных регионов. И то, как они проявят себя в работе с совершенно незнакомым им коллективом, будет одним из очень важных критериев. За конкурсантами все время наблюдают эксперты, которые и подведут итоги. К слову, окончательные итоги будут известны только после прохождения всех полуфиналов. Финал от Дальнего Востока пройдет всего 30 человек. Финал пройдет уже в январе-феврале будущего года в Москве. Также отметим, что финалисты получат образовательный грант на сумму 1 миллион рублей. Также победителей ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Сарглана Захарова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Владивосток. Якутск станет хозяином чемпионата России по боксу. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по организации соревнований. Оно прошло накануне в Москве. Делегаты от Якутии презентовали видеоролик, рассказывающий о транспортной логистике, гостиничных комплексах, спортивных объектах и истории бокса республики. Президент Федерации бокса Умар Кремлев интересовался количеством спортивных объектов в столице региона, местами для размещения, организации, питания делегатов, а главное, сможет ли принимающая сторона выполнить все условия проведения чемпионата. В итоге комиссия решила провести чемпионат России 2018 года в Якутске. Ориентировочно он пройдет в конце октября. К этому часу у нас все новости. Всего доброго и до встречи в эфире.